где мой солнце какая-то хмарь после дождя это немножко моих дней из петра там где но частенько живу и работаю и покажу отдельно один выходной как он проходит погода блин пасмурная но надеюсь дождь на сегодня кончился сдвину через море и зоро и наверное на окончании месси успею но в смысле литургии православной и погода такая что можно набивать пиджак и галстук блин это что такое под мостом блин на море и а какая тут акустика и наше сладкое креатив этой самолетик это мои кони сегодня опять сложил опять не пришел купаться на пляже блин почти никого слушайте знаете что это такое кто знает что это такое это не так давно появившиеся здесь яйца акунь да такая солнышко с помадой крючком клевая но погода становится огонь просто и волны прям супер скид и солнце ништяк лаваться мне блин немножко лаваться да такая сделала мне кофе кофе тут столько стоит ну недорого но прям это и спроса такой вот пензара на пьяце дом попала какой-то цветочное безумие все заставлено прям каким-то этими зелеными растениями как как они организовали это все вся площадь полностью что такое что такое путь опоздал на литургии угли но все равно, сразу мир другой. Прямо сразу мир другой. Немного шикарной красотищи, как я ее люблю. Вот такая Лапорта. Я думаю, может быть, я не буду делать бугранги, но покажу и поближе и фактуру, и масштаб всей этой истории. Мне кажется, это интереснее. Такие милые копейные столики, и так просто и трогательно. Каза де ариспормия де пезера. Ну вот католики выходят с места. Тут большой храм. Я обалдею с оранжа, с оттенка, который в этом домике дикой арки и такой зеленый. Который очень круто с этим работает. Это нужна такая, ну прям крутая смелость и вкус, чтобы делать такие сочетания. Такой лючок. Крутой декор. А это театр Рассини. Рассини жил в Пезера и делал свои крутые, крутую музыку. И, собственно, вот его театр. Я неоднократно уже пытался нарисовать эту Лапорту с разной степенью успеха. И вот эту вот штуку. Было сложно, но интересно. Пальмочки и кофейник уличный. Это первый кофейник, в который я попал в Пезера. Прям памятное место на этой улице. Ну, я, блин, фонтанчик купил. Такой домик все время похожу и все по кайфу. Слушайте, ну и, короче, тема пластинок в Италии прям очень сильно актуальна, потому что я вижу много и CD тоже, и пластиночки по 5 евро. Какие-нибудь, наверное, легендарные до изнеможения распродажи дисков за 2 евро. Ну, как это мило, вы представляете, и у многих же есть прям потефоны, когда, ну, люди радостно слушают это все. Вот так, Iron Maiden, рок, метал. Ну, что это? Я не знаю, что это очки виртуальной реальности в магазине Tiger. Не знаю, может, не как в они, но, видимо, одна и та же фигня. Это уж никакой разницы. 7 евро. Ну, лежат мои любимые блокнотики. Я, скорее всего, возьму один. Вот такой, а третий. И тут еще такие классные, которые я использую в видосах своих. Такие 3 евро, этот 8. И вот такие 2, по-моему. А это почта без ра. Ну, это уже такое учреждение, учреждение. Сама, например, уходить в другом контексте. Я уже и наслаждаюсь. Это я тоже пробовал рисовать. Это в сторону музея Цибика на пьяцам Дальмомоска. С поднименным успехом. Ну, мои давние-давние стримы. Эх. Порисовал такую штуку. Сижу на пьяцам Дальмомоска рядом с музеем Цибичи. И скетчу. Вот он, музей. Скетчу понемножку. Всем бонжорно. Чао-чао. Помнишь, мы говорили про арку, которая у меня внутри в храме. В интерьере ты говорила, что это типа называется глупая. Ну, вот она тут тоже есть, которая не очень умная. И оранжевый велосипедист в цветочках. Как это трогательно, как это мило. Мама, не смотрите, смотрите. Это женский вариант. Не вижу за многие годы впервые снова клёши. Снова клёши. Сперзору строили в Митро Бергамо. Я не знаю, ты это знаешь. Там про эту северопейскую выставку Лан-Виза. Такие из всего города делают. Потом, ну, это посередине. Потом пошли в такую историю. Всякие цветы ёлочков, каких-то кактусов, ещё какой-то ерунды. Застрелили весь мой любимый фонтан с безумными лошадками. Безумно суберичный и суберичный домик Тезера. Прям на море. На пьяцце Дель Поппола. Вот такая офигенная штука. Покажу сначала Ла Порта. Гран де Ла Порта. Таким декором. Вся эта история. Я не помню. Архитектор. Архитектор, как-то известно. Это прям достопримечательность Тезера. Офигенское. Сейчас я покажу с другой стороны. Ну, общую картину, мою книгу. Я, кажется, понял, как её писать. Тезера, наверное, на волнорезы. Не пойду, потому что там волны плечут. Шо пипец, короче. Перехлёстывают волнорезы. Я думал, там на камнях посижу на фиг. И соберу уже. Вот, на радость безумная. Такое. Барокко. Или не барокко. Или рококо. Что это? Какой стиль. Что может быть в такой роскоши? Как можно жить в такой роскоши? Блин. Могу ли я делать такую роскошь? Могу. Что я могу? Понять, куда мы сегодня будем поехать. И чё-то никуда не охота. И смотрю в сториз там, ну, увидел крутого чувака. Он меня навел на мысль. Такую мысль, блин. Я понял, что мне нужно делать. Я сейчас пойду туда. На побережье. Старина площадь. Да, на моторах не идут. Такое. Такие. Руки. Как раз. Балдея. Смотрите. Такие. Такие. Слезайцы. Слезайцы. Чё-то. Но. Вот. Принято. Вот. Делался. Что-то я. То есть. Боялся. Слезайцы. Сейчас. Как я это понял? Время за мне ветер такой, как я это понял. Как тут круто сейчас! Офигенно обожаю! Огреть! Какая милота! Зашел в какой-то угол, мимо которого с вами проходил. А тут такой кофейник. Симпатичный! И во что упирается это? Я не знаю, что это за петь. Немного скопиться, но тут чуть-чуть, может быть, как-то. Но круто! А вон и я! Какой замок на Берландовской Зарайке. И какая-то вещь на площадке используется для людей, сон! Я не знаю, куда-то в Москве появляются. Я вон так музыка. Но не знаю, что это не зло! Это не зло, не знаю, что ли! Вон так это невероятно Café, но здесь на путь. Вот немножко паспорта козыра, тут есть сан-ба, тут карата Кибы, тут есть айкина, тут есть какой-то сексуаль. И тут есть какие-то милиция, и тут сидевая, тут побачили. Типа вся латина, палата сала, латина, сануздар, калити, кухо, ориенхолюк, цинка, ловила, ориенхолюк, линк, абридрэнс, линк. Так вот, все. Типа красивый домик. Еще все подойдет. Типа красивый. Там фармилица и крестят. Так вот, фармилица и седло сprengl. Типа, тупа. Типа, тупа никуда, бестяк и смешки. Так вот, тупо и тупы. Типа, тупы и тупы. Слежу в порту Тезера, ехать на столы. и пахнет рыбой вот это но с 1 не было в прошлом году сейчас из скамейки лодочки такой причал трогательный с такими штучками петра стоят яхты зачетные слушайте такой вечерний океан просто крутой но телефон конечно не хрена не передает какая-то атмосфера газора какой сильный сколько в нем много всего всего просто всем бодрой ночи немножко огня я тут вернулся старую стилистику свою которую прям очень любил использовал это чернила и не батар браш перо и водная кисть перо и чернила и размытие водой вот этими чернилками фигачу они прям огонь видите какой огонь получается то вот это вот история вместе перо звездочка и чернилки винтер ньютон такой аквабраш получается такой чистый прям огонь да и забыл сказать что стрим по рисованию вот этих штук он сейчас прямом эфире в инстаграме его нет ютюбе в контакте он сейчас только в инстаграме что вы ком туда смотрите пока не исчез история ставьте лайк подписывайтесь на канал ну и вот это тоже будет в разделе моих видосов про путешествия по европе и про то что каким образом ну лайв архитектора пейзажиста в европе ну и вообще где я есть зовут эдуард кичигин ставьте лайк подписывайтесь на канал и внизу там в описании к видео смотрите всякие плейлисты как рисовать но и материалы которые советую в общем всем чоу чоу